Здравствуйте! Это итоги Голоса Америки с Юлией Савченко из Вашингтона, вновь охваченного дымом лесных пожаров в Канаде. Несмотря на экстренную ситуацию, итоги работают в обычном режиме. И сегодня в выпуске. Бессмысленный и беспощадный. Недобунт Пригожина и Путин в новом качестве. А также другой Вагнер. Что приобретет и что потеряет Лукашенко, гостеприимно принимающий ЧВК на своей территории. Все это в ближайшие полчаса в нашем эфире. Итак, в середине недели Джо Байден заявил, что Владимир Путин стал изгоем во всем мире. Явно проигрывает войну в Украине и у себя дома. Так американский президент прокомментировал события прошлых выходных, связанные с попыткой мятежа Евгения Пригожина. При этом глава Белого дома подчеркнул, что трудно сказать, насколько ослабили Путина эти события. На этом фоне американская пресса в последние дни пестрела заголовками о трещинах, которые пошли в системе управления российского президента. И непредсказуемых последствиях ослабления того, что казалось его неограниченным контролем внутри России. О том, как недометеж вагнеровцев повлиял на российскую вертикаль управления, я беседовала с экс-послом США в России, директором Института международных исследований Фременос-Погли при Стэнфордском университете Майклом Макфолом. В западной прессе появилось много заявлений о том, что этот полумятеж, организованный Пригожиным, продемонстрировал трещины в российской политической системе и в возможности российского президента удерживать власть. Если это так, это хорошие или плохие новости для Запада? Я думаю, что это хорошие новости. Конечно, все неоднозначно. Обнаружились некоторые трещины, но какие-то вещи Путин делал правильно. В целом, позиции Путина сейчас гораздо слабее, чем 4 или 5 дней тому назад. Российская элита и военные наблюдали за тем, что происходит, и гадали о том, что произошло с их лидером. Я считаю, что это хорошо, потому что более слабая Россия может принести меньший вред в Украине. Поэтому я считаю, что это положительное развитие событий как для Соединенных Штатов, так и для Украины. Майкл, а какие вещи Путин делал правильно? Мне хотелось бы огласить весь длинный список его неправильных действий, но я все-таки начну с того, что он сделал правильно. В критический момент он смог предотвратить начало гражданской войны, он смог предотвратить кровопролитие, и, возможно, он даже смог найти способ избавиться от проблем, связанных с ЧВК «Вагнер» и с Пригожиным, которые отравляли ему жизнь уже давно. Эти проблемы не появились ниоткуда в прошлые выходные. Я считаю, что такой исход лучше, чем он мог бы быть, если бы Путин повел себя по-другому. Однако важно понимать, как именно Путин оказался в такой ситуации. Он оказался в такой ситуации в результате своей слабости и вследствие того, что он сам создал ЧВК «Вагнер». Сильным лидерам не нужны частные армии. Они полагаются на армию своей страны. Сильным лидерам не приходится разгонять мятежи. Этого не происходит. Сильные лидеры не оказываются на грани гражданской войны, как это произошло с господином Путиным. И сильные лидеры не должны вести переговоры с предателями, а именно это поразило меня больше всего в течение последних нескольких дней. Лишь через несколько часов после того, как Путин назвал людей Пригожина и самого Пригожина предателями, не называя конкретных имен, но он никогда не называет имен, Путин начал вести с ними переговоры. Затем он дал им возможность беспрепятственно уехать в Беларусь. Сильные лидеры так себя не ведут. Это действие слабого лидера. Майкл, в понедельник в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты озабочены тем, что в России может наступить нестабильность. Есть ли страх того, что нестабильность в России может затем распространиться на другие страны? Какие вы видите угрозы, связанные с этим? Уже в течение многих десятилетий Соединенные Штаты озабочены тем, что сначала в Советском Союзе, а затем в России может возникнуть нестабильная обстановка. Основная причина этой озабоченности заключается в том, что у России есть ядерное оружие. Мы не хотим, чтобы их ядерное оружие попало в руки людей, которые ведут себя безответственно. Именно этим обоснованы те заявления, которые сделали представители администрации Байдена. Но я задаю себе такие вопросы. Что привело к нестабильной ситуации и что было ее причиной? Ответ – вторжение Путина в Украину. Если бы не было вторжения в Украину, то не было бы и мятежа среди солдат Пригожина. Поэтому, если вы беспокоитесь о нестабильности, будь вы президент Байден или Си Цзиньпин в Китае, именно сейчас наступил момент, когда необходимо усилить давление на господина Путина, чтобы он закончил свою войну в Украине. Потому что чем дольше будет идти эта война, тем выше вероятность того, что в будущем будут повторяться подобные случаи нестабильности в России. Майкл, из Белого дома выступила информация о том, что американским разведслужбам было заранее известно о планах Пригожина. Об этом также писали в американской прессе. По понятным причинам, эта информация не была передана российской стороне. При этом в Вашингтоне сказали, что опасения по поводу выхода ситуации из-под контроля были все-таки велики. Было даже ощущение, что Пригожин может преуспеть в своих планах до того, как утечки из кругов Вагнера о готовящемся мятеже их нарушили. Можно ли сказать, что если бы Пригожина удалось свергнуть Путина, это стало бы кошмаром для Вашингтона? И почему в таком случае не были предприняты дополнительные усилия для того, чтобы передать эту информацию Москве? Знаете, этот разговор напоминает мне одну встречу на полях Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году, в которой участвовали президент Обама, президент Медведев, министр иностранных дел Лавров и я. Мы тогда сообщили всему миру имеющуюся у нас информацию о ядерных объектах в Иране. Лавров тогда подошел ко мне и спросил, «Майкл, почему вы нам не рассказали об этом?» А я ответил, «Потому что мы думали, что вы уже об этом знаете, ведь Иран — это ваш клиент, а не наш». Говоря о ситуации, которая произошла в выходные, я могу отреагировать так же. Если американским разведслужбам было известно об этом заговоре, я ни за что не поверю, что ФСБ, российской разведслужбе об этом тоже не было известно. У ФСБ гораздо больше возможностей следить за господином Пригожиным и его бойцами, чем у нас. Поэтому я не верю, что они об этом не знали. Меня поражает обратное, что они знали, они должны были об этом знать и ничего не предприняли. Мне это говорит о том, что Путин был сбит с толку. Что касается вашего второго вопроса о том, считают ли Соединенные Штаты потенциальный захват власти в России Пригожиным усилением опасности, тут два момента. Во-первых, насколько мне известно, у Пригожина не было планов свергать Путина. Он говорил об этом много раз. Его цель заключалась в том, чтобы привлечь внимание Путина к коррумпированному руководству российских вооруженных сил, что, как он считал, привело бы к снятию Путиным этого руководства. Однако хочу сделать оговорку, что у меня сейчас нет допуска к секретной информации. Мне лично такой план привлечения внимания Путина кажется несколько сумасшедшим. Но надо учитывать, что господин Пригожин был в состоянии сильного стресса, так как он считал, что его собираются ликвидировать, а его армию распустить. Учитывая все это, я считаю, что в течение уже многих лет Путин приводил такой аргумент. Даже когда я еще работал в американском правительстве, почти 10 лет тому назад, в России всегда говорили, что из двух зол надо выбирать меньшее. «Лучше поддержите меня», — говорил Путин, потому что еще неизвестно, какие злодеи придут после меня. Но у меня другая точка зрения. Я считаю, что господин Путин очень плохой человек. Он нанес очень большой ущерб в Украине. Мне сложно представить другого лидера, еще более угрожающего. И я не думаю, что такой сценарий, когда какие-то злодеи захватят власть и ситуация станет еще более угрожающей, возможно. Даже если такой человек, как господин Пригожин или кто-то похожий на него, захватит власть в России, я считаю, что такое развитие событий очень маловероятно. Но давайте представим себе такую гипотетическую ситуацию. У них просто не получится удержать власть, потому что население их не поддержит. Ни губернаторы, ни разведслужбы их не поддержат, олигархи тоже их не поддержат. Более того, я считаю, что попытка государственного переворота, как та, которая была совершена, только ускорит дальнейшее ослабление российского правительства. Давайте вспомним, что в 1991 году мы уже были свидетелями попытки государственного переворота. Тогда власть была захвачена. Но те, кто ее захватили, продержались три дня, а затем их действия привели к распаду Советского Союза. Поэтому во все эти страшные истории о том, что могут прийти люди более фашистских взглядов и более страшные, я не верю. Однако я считаю, что такие попытки ослабляют существующий российский режим. Тот режим, который совершает ужасные, бесчеловечные вещи в Украине. А все, что может ослабить этот ужасный российский режим, я считаю, может оказать только положительное влияние на мир и стабильность во всем мире. Майкл, как вы считаете, российская армия в Украине без Вагнера будет выведена из строя? Юлия, это очень хороший вопрос, и я не знаю на него ответа. Но я вижу два аспекта. Во-первых, удаление бойцов Вагнера с поля боя положительно отразится на Украине. Бойцы Вагнера это жестокие убийцы, бандиты и наемники, и хорошо обученные убийцы, которые добивались тех результатов в Бахмуте, которых не могли добиться регулярные российские войска. Поэтому, если они больше не будут участвовать в войне, это хорошо для Украины и плохо для России. Во-вторых, меня очень интересует, о чем сейчас думают рядовые солдаты, не генералы, а солдаты, которые оккупировали Украину. Если бы я был одним из таких солдат и наблюдал за этим неудавшимся бунтом, и за реакцией Путина, за тем, как он умолял предателей объединиться с ним... Давайте вспомним, что по национальному телевидению Путин умолял этих людей, этих бандитов и наемных убийц, этих предателей, тех, кто убил российских солдат. Очень важно, чтобы люди понимали, что не Навальный и не украинцы убили российских солдат на территории России. Это сделал Пригожин и его наемники из Вагнера. А Путин сказал им, ребята, переходите на мою сторону, для вас не будет последствий, вы не сядете в тюрьму. Мы вам разрешим либо закончить свою карьеру и уехать в Беларусь, либо вы можете заключить новые контракты и стать частью пророссийской регулярной армии. Если бы я был обычным солдатом, ушедшим на войну, защищать родину, поверив верховному главнокомандующему своей страны Путину, что мы идем сражаться с нацистами в Украине, но внезапно я начинаю слышать эту информацию из разных источников, включая заявление самого Пригожина, который обратился к солдатам регулярной армии и сказал, ваши командиры вас обманывают. На меня бы это очень сильно подействовало и подорвало мой моральный дух. На месте Владимира Путина я бы был очень обеспокоен моральным духом своей регулярной армии. Майкл, на Западе есть такое представление, что если Путин почувствует себя загнанным в угол, появится риск применением ядерного оружия. Вы считаете, что в связи с произошедшим угроза применения ядерного оружия может возрасти? Особенно в контексте того, что президент Беларуси сейчас заявляет о получении российских вооружений, а в Беларусь перемещаются бойцы Вагнера. У меня нет допуска к секретной информации, и поэтому я не знаком с соображениями нашего правительства на этот счет. Однако, так как речь идет о ядерном оружии, даже если вероятность того, что Путин может применить ядерное оружие в Украине составляет 1%, президент Байден и его команда должны относиться к этой ситуации очень серьезно. Вероятность его применения должна составлять еще меньше. 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 5, 0,2 процента, но не 1 процент. Поэтому проблема очень серьезная, и я знаю, что администрация Байдена относится к ней очень серьезно. Но разрешите мне поделиться с вами тем, что я наблюдал в течение последней эскалации. Уже в течение нескольких месяцев мы слышим разговоры такого рода. Если мы не сделаем то-то и то-то, Россия пойдет на эскалацию. Если мы отправим в Украину самолеты, Россия пойдет на эскалацию. Если мы отправим в Украину патриоты, Россия пойдет на эскалацию. Если мы пригласим Украину в НАТО, Россия пойдет на эскалацию. Но давайте вспомним, что произошло в прошлый выходной, когда Путина действительно загнали в угол. Он столкнулся с настоящей угрозой своей власти. И как же он себя повел? Пошел ли он на эскалацию? Нет, он капитулировал. Он начал вести переговоры с заговорщиками. Он не начал бомбить бойцов Вагнера, которые двигались на Москву, и не раздавил их всеподавляющей мощью. Если бы он так себя повел, это было бы эскалацией. Но вместо этого он начал переговоры. Я считаю, что это важный урок для всех нас, и мы должны его усвоить. Это не означает, что Путин поведет себя так же в следующий раз. Однако подобных ситуаций было уже много. Например, вспомним его противостояние с Эрдоганом. Эрдоган не поддался на его провокацию и сбил один из его самолетов. И все начали говорить, о боже мой, господин Путин начнет эскалацию, будет война. Но вместо этого Путин начал вести переговоры. Я не хочу гадать о том, как Путин может себя повести в еще какой-то ситуации. Но я не думаю, что не надо делать поспешные выводы о том, что единственное, на что он способен, это эскалация. Иногда, когда лидеры стоят перед большим выбором между плохой и очень плохой ситуацией, они выбирают наименьшее зло. Именно так Путин себя повел во время этого мятежа. И, кстати, я поддерживаю его выбор. Я рад, что он не продолжал настаивать на уничтожении бойцов Вагнера, что могло бы привести к гражданской войне в России. Это было правильным решением, особенно если сравнить его решение с другими альтернативами. Я считаю, что мы должны вынести этот урок и понять, что, может быть, он поведет себя так же, даже если начнет проигрывать войну в Украине. Майкл, я хотел бы обсудить любопытную роль Александра Лукашенко в разрешении этой кризисной ситуации. Это сейчас много обсуждается, и он сам сделал несколько заявлений. Лукашенко, в частности, сказал, что вооруженные силы Беларуси могут даже получить определенную выгоду от того, что солдаты ЧВК Вагнер перебазируются в эту страну. Учитывая все это, и если сделать вывод, что после мятежа Путин стал слабее, Лукашенко стал сильнее? В ближайшей перспективе его позиции выглядят очень хорошо, но в среднесрочной перспективе уже хуже. Поэтому, да, после заключения сделки с Пригожиным пропагандисты провозгласили его героем. Но если посмотреть российское телевидение и послушать, что они говорят, можно увидеть, что от него уже отвернулись. По российскому телевидению уже отрицают, что Лукашенко сыграл такую важную роль в сложившейся ситуации. Во-вторых, ему стоит вести себя очень осторожно, особенно если он хочет интегрировать бойцов ЧВК Вагнер в вооруженные силы Беларуси, потому что они не испытывают к нему лояльность. Они наемники. Лояльность бойцов ЧВК Вагнер к Лукашенко нулевая. Как, кстати, и к Путину. Кроме того, та ситуация, с которой только что столкнулся господин Путин, может повториться с господином Лукашенко. И я хотел бы подчеркнуть, что Лукашенко контролирует свое общество гораздо меньше, чем Путин, и его воинские подразделения гораздо слабее, чем у Путина. Поэтому он может очень пожалеть о том, что пригласил к себе бойцов Вагнера, и особенно самого Пригожина. В России Пригожин пользуется определенной популярностью, и если он решит развивать свою популярность, находясь в изгнании в Беларуси, у Лукашенко могут появиться проблемы с Кремлем. Майкл Макфол в эксклюзивном интервью в нашей программе. Примечательно, что к концу недели стало известно, что Польша планирует перебросить войска на границу с Беларусью в связи с передислокацией туда бойцов ЧВК Вагнер. При этом в середине недели газета «Вашингтон-Пост», анализируя роль Александра Лукашенко в предотвращении кризиса в России, написала, что белорусский президент в лице частной военной компании на своей территории получил гарантии своей безопасности, включая гарантии от вторжения России и поглощения ею Беларуси. Прокомментировать эти высказывания попросила нашего постоянного участника, аналитика Владислава Иноземцева. Я не думаю, что эти попытки в последнее время были очень интенсивны, но в принципе да, он безусловно защитился. Это прекрасный политический ход со стороны Лукашенко, и они уже не одного прорыващего элемента. То есть он получил достаточно мощную военную силу, которая может быть использована в кризисных ситуациях, которая никак не связана с Белоруссией, у которой нет никаких сентенций по поводу белорусских граждан и так далее, если потребуется подобрать какие-то очередные беспорядки. Плюс к этому он, естественно, получил человека, которого Путин сейчас, он такой имеет, знаете, love-hate relationship, с которым, то есть я абсолютно убежден, что Путин не будет посылать никаких убийц в Белоруссию, чтобы уничтожить Пригожина. При этом мы видели рассказы Путина о том, что он финансирует Вагнер. Я понимаю, что это финансирование продолжится уже на этот раз, очередной раз скрытно. В всякой дотации кредитов в Белоруссию, которые идут, будет так иначе включаться некое количество денег, которые будут тратиться в том числе и на пригожинских людей. То есть, в любом случае, Лукашенко, на мой взгляд, со всех сторон выигрывал. Это дополнительная гарантия его безопасности и устойчивости. Ну, Владислав, я вот по наивности хотела спросить эти 86 миллиардов. Путин сказал, что потратили на Вагнер за год. И мне подумалось, что если сейчас эти деньги придется перенаправлять, поскольку Вагнера теперь в России как бы нет или как бы есть, мы не совсем понимаем вообще статус, что будет происходить. И моя мысль была в том, что будут ли перенаправлять сейчас деньги на, например, нужды Министерства обороны. Но, судя по всему, это не так. Судя по всему, вот эта вот связь, эта пуповина между центром России, то есть центром управления в России и Вагнером, она получается не разрезан? Никто не знает. То есть я думаю, что какой-то финансирование из России, безусловно, сохранится. И наверняка не в таких объемах, потому что само собой понятно, что Вагнер в течение года воевал в Украине, он забирал людей из тюрем, он их учил, тренировал, направлял туда. Там кроме этих 8 и 6 миллиардов, по-моему, было упомянуто еще чуть-чуть не 100, с лишним миллиардов всяких страховок и выплат погибшим и так далее. То есть там сумма, на самом деле, огромная. И, на мой взгляд, естественно, платить их Беларуси или Вагнер сейчас Бутин и российский бюджет не будут. Но, несомненно, что есть какие-то доходы, которые были небюджетные у этой группы. Тут даже бабки не ходили, 100%. Поэтому они будут продолжать поступать. Наверняка пригожен будет думать о каких-то бизнесах в Беларуси. С другой стороны, у него остались наверняка серьезные контакты и бизнесы за рубежом, в той же Африке. Беларусь, мы помним, была излюбленным местом транзита вагнерсов еще в более-менее спокойные времена. Поэтому я думаю, что бизнес этой группы никуда не денется. И, опять-таки, Беларусь сама потратится, безусловно, на их содержание, в той иномии. Уже же были сообщения о том, что в Могилевской области строится большой городок. В их размещении на 8 тысяч человек явно он строится не за деньги Пригожину. То есть я думаю, что здесь сейчас, так сказать, с миру по нитке. Все будет применяться для того, чтобы всем этим товарищам было вполне комфортно и хорошо. А дальше посмотрим. Ну, если говорить, в принципе, о Пригожине, мы сейчас хронологически назад как бы отматываем эти события. Какие у него теперь вообще, в принципе, перспективы? Сильно ли он потерял в смысле того, в смысле своих перспектив, возможности делать бизнес, который российское государство, по сути, оплачивало? И вообще, если попытаться разобраться с логикой, он вроде бы планировал наказать министра обороны как минимум. Но он ведь не планировал свергнуть Путина, судя по всему. Вот вся эта комбинация, она чем вам кажется? Смотрите, мне кажется, что вся комбинация кажется мне экспромтом, значительным экспромтом Пригожина. Естественно, я слышу все сообщения о том, что якобы у него были в Москве сообщники и соратники. Я отношусь к этому как к одному из вариантов, но далеко не доказанному. Мне кажется, что Пригожин действительно понимал угрозу, которая нависает над ним лично, над его отрядом, над его бизнесом. Конфликт разрастался. Он не мог установить прямой связь с Путиным, на который он сюда рассчитывал. И я думаю, что здесь произошел такой некий срыв эмоциональный, хотя к этому все шло. И ошибка Путина основная заключается в том, что вот эти поползновения не были подавлены достаточно давно. Или, по крайней мере, как-то с Пригожием не разобрались. Что касается его целей, да, конечно, он не хотел свергать Путина. Я думаю, потому что на самом деле это сейчас свержение Путина никому не выгодно, на мой взгляд. Потому что Россия находится в такой ситуации, когда если ты свергаешь его как сторонник войны, тогда ты должен объявлять всеобщую мобилизацию. Это жуткие популярные меры. Никаких гарантий у тебя, что ты победишь Украину и добьешь свои цели, нет. То есть, по сути дела, любой, кто сейчас сменяет Путина вот завтра, эта фигура буквально на несколько месяцев. И уходит она потом либо в мирной, либо с огромным шлейфом неприятных коннотаций. Поэтому я думаю, что нет, конечно. Что он хотел, как он хотел поговорить с Шойгой в Москве, как он хотел убедить Путина его снять. Ну, еще раз повторю, я не знаю. Но само по себе это действие выглядело крайне странным, а его прекращение... Я думаю, что здесь, конечно, были какие-то другие мотивы и другие факторы, которые имели место помимо рукоженцевских переговоров с ним. Владислав Иноземцев в нашем эфире. И это все, на что хватило времени. Сегодня мы продолжаем следить за стремительно развивающимися событиями из Вашингтона. Это итоги «Голоса Америки» с Юлией Савченко. Каждую неделю мы на канале «Настоящее время» и в социальных сетях «Голоса Америки». По традиции желаю всем спокойных выходных. Ну, а там уже как получится. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»